Всем привет! У меня по плану заснять ролик одним кадром. Не знаю, как это получится, если мне ничто и никто не помешает. Просто такой разговорный обзор семян, которые у меня сейчас новые куплены и которые остались с предыдущего года. Посмотреть, что там по срокам годности, потому что у меня остается. Сейчас хочу разобрать, что я сейчас купила и что у меня было. Так, очечи. Начну со своих любимых цветочков. Я тоже в каком-то ролике показывала. Это я все покупала где-то в Леруа, в Ашане. Это флоксы однолетние. Просто я их обожаю, потому что они цветут чуть ли не до конца ноября. Особенно, если прям каких-то супер заморозков нету, то они прекрасно там минус один. Спокойно переносит цветочки, приезжаешь, цветут. Такие какие-то смеси. Вот такие голубенькие. Тоже смесь такая. И смесь вот с такими вот, как звездочки. Они вообще самоселом сеются, то есть, ну, как размножаются. Но вот в том году у меня совсем мало почему-то посеялось. Там, не знаю, штучек. Сильно верно я всего наковыряла по участку. Вот. Поэтому хочу посеять на всякий случай. Так, вот еще я обнаружила. Искала их в том году. Я их в том году купила, хотела красные бархвцы посадить. В результате я их почему-то не нашла. Нашла только сейчас. Вот. Хотя купила сейчас в обе другие семена. Вот. Пришлось сажать старые оранжевые, которые у меня уже два года хранились. По чуть-чуть я их покупаю. Так, что у нас здесь? Вот этот вот ужас. Открытые пакетики. Выбросить жалко. Потом там есть сроки годности хорошие. Поэтому я сейчас все сюда вывалю. О, еще у меня агератум. Но он уже просрочен. Но мне его выбросить жалко. Он просрочен не на чуть-чуть. Он до 19-го года был. Даже не знаю. Ладно. Пока оставлю. Вот. Так, еще доставим. Еще целый даром. Так, рукола закрытая. Руколу я обожаю. Покупаю много. Потому что сажаю в несколько этапов. А вот почему-то у меня оказалось так много укропа. Я вообще не понимаю. Вижу здесь просто укроп, укроп. Еще рукола в таких пакетах. Я единственное боюсь. Главное, чтобы это я почему-то забыла. Мы покупали руколу где-то. С Пупина у нас там. Вот в таких каких-то похожих пакетах. И это была вообще какая-то ерунда выросла. Я вот боюсь. Я случайно ее не оставила. Может быть, это как раз она. Выросла просто трава. Без вкуса, без запаха, без всего. Похожая немножко по форме на руколу. Более только меленькая такая. Тоже кучками растет. Но вообще без вкуса, без запаха. Я теперь не знаю, что это такое. Так, сразу убираю в коробочку. Буду в коробочку сюда складывать. Не знаю, видно, не видно. Сейчас будем укроп. Укроп грибовский. До 26-го года. Еще какой-то супер дукат. До 26-го. Обильно листный укроп. Все открыто. Я не знаю, как это у меня так работает. Зачем я столько пооткрывала укроп? Опять грибовский. Еще грибовский. Это 24-й год. В принципе, каких-то старых здесь не должно быть. Вот есть 23-й до 12-го месяца. Но это несколько месяцев. Не буду выбрасывать. Мне надо все эти пакеты в этом году досеять. А я опять купила укроп. Надо его вообще не открывать. Надо досеять. Посмотрите, сколько у меня этого укропа. Господи. Еще, еще, еще грибовский. Он закончится вообще. Это вот тот 12-й, 23-й. Но это не страшно. Петрушка какая-то универсал. С петрушкой у меня очень сложная история. То сажаю какая-то жесткая, сухая вся. И вообще я ее как-то не очень использую. Хотя я и морожаю. У меня все равно ее всегда много. Посадишь так чуть-чуть. Но она, видимо, вот так вот все равно растет. И прет, так сказать. Поэтому очень много ее оказывается. Так, где еще зелень? Еще петрушка листовая обыкновенная. Так, это уже салаты пошли. Так, грибовский и витаминный. Классика жанра. 24-й год. 24-й. Так, это вот надо будет мне все истратить. Даже не открывать вообще пока новые. Пока не истратю старые. Ну что ж такое. Еще петрушка обыкновенная листовая. Шпинат Матадор. Ну вот шпинат я много истратила. Вот осталось совсем чуть-чуть. А я много покупала в том году. Больше нет шпината. Сейчас я его тоже купила. Но, по-моему, пакетика 3 всего. Матадор мне вот этот очень нравится сорт. Так, морковь осталась. 26-й год. 26-й. Ну вот что делать с морковью? Ну я, наверное, оставлю. Потому что неизвестные времена такие могут семена пропасть. Я не знаю, вообще производство закрыться. Не буду пока выбрасывать ничего. В этом году я купила два пакетика вот такой нанской моркови. И буду сажать только ее. Она мне очень понравилась в том году. У меня была еще какая... Сейчас скажу. Так, это тоже нанская. Какая же у меня была? Витаминная, по-моему, в том году. У меня была только нанская и витаминная. И вот витаминная, она, видимо, это ранняя, наоборот. И она у меня вся полопалась. Огромные такие морковины с трещинами гигантскими. Это уже где-то в октябре уже она была вся полопавшаяся. А вот нанская идеальная просто. Вот она... Сейчас где-то у меня есть картинка прям. Вот. Она реально вот такая гладенькая. С кругленькими вот здесь вот у нее кончики такие. Замечательные просто. Мне очень нравится. Решила только ее посеять и больше ни с чем не мешала. Витаминная тут у меня вот эта. Но я не буду ее не брать. Либо витаминную надо раньше как-то собирать. Прям рано-рано, пораньше, в конце августа, прям уже начинать ее собирать. И там морозить. Я не знаю, что-то. Так, еще морковь. Васиностровская. Чуть-чуть редиски осталось. 18 дней. Никогда в жизни за 18 дней. Но я даже в теплице не достала. Ну ладно. Осталась свекла какая-то, багровый шар. И бордо. Я вообще всегда столовую. Ну, вообще просто есть сорт, по-моему, столовая. А может нет. Потому что она вот так называется, столовая бордо. В общем, мужик, бордо всегда сажаю. Но в этом году я купила вообще неизвестные сорта свекла. Мне захотелось почему-то что-то новенькое посмотреть. Кабачки остались. Это у нас аэронавт. И цукини кабачок. А из новых я взяла всего два сорта, которые в том году сажала. Они мне очень действительно понравились. Но если будет мало, тогда я эти тоже досажу. Потому что кабачков мне надо очень много. Так, это мы уже купили для рассады. Рассады о перерастании. И пили бордоцкую смесь. И еще я нашла здесь почему-то старых семенах бордо. Кислоту и хорус. Вот они здесь оказались. О, новые семена берега. О, что у меня здесь? Кориандр. Вообще не хотела брать. Тоже не естся он у меня. У меня в морозилке замороженный лежит кинза замороженная. По-моему, еще даже с позапрошлого года есть. То есть прошлогодний и позапрошлогодний. Очень мало ее используем. Вот редис кармен взяли. Не 18 дней, а вот какой-то новый. Морковь, как уже сказала, только насквозила. Два витаминных салата, потому что сажаю в несколько этапов. По чуть-чуть буду сажать. Только я не знаю, что такое чуть-чуть. Я вроде всегда по чуть-чуть сажаю, но все равно не успеваю я это съедать. У меня все перерастает. Огурцы. По классике герман взяли, естественно. Я хотела взять засолочные, но решили рискнуть взять какой-то новый форсаж. Если кто-то знает, пишите. Так, сукеши – это классика. И калили. Прекрасные сорта, просто удивительные. Рукола раз, два, три. Мне кажется, маловато рукола я взяла. Шпината вообще два. Это очень мало. Ладно, что-то я не подумала. Может, еще где-то есть у меня? Вот рукола еще есть одна. А что это малышкината взяла? Ну, вот как-то у меня с головой работает, непонятно. Так, ну вот это все. Рукола со шпинатом. Два укропа. Боже, их надо вообще куда-то убрать, чтобы я их не видела, чтобы я их не скрывала. А, еще один. Боже, круто что. Я какой-то маньяк укропа. Редис в кармане, как я тебе сказала. Нет? Базилик взяла такой и взяла еще вот так. На всякий случай. Вдруг что-то не вырастет, вдруг какие-то плохие семена. Опять у меня петрушка. Взяла какую-то бутербродную, по-моему. Бутербродная она как-то всегда помягче. Фасоль, который год уже пытаемся. Фасоль получить такую, как в магазинах продается. Чтобы это были такие, просто какие-то более трубочки, чтобы ее можно было нарезать, потом добавлять в овощное рагу. А у меня такая стручковая, прям вот эти огромные-огромные стручки. Вот у меня в морозилке лежат эти стручки, и я не знаю, что с ними делать. Так, бархатцы. Вот эти вот тоже купила мне очень захотелось. Это такие малюсенькие у них. Серединка пушистая, а вокруг просто такие лепесточки. И их много-много маленьких. Хочу очень, чтобы выросли такие. Взяла я еще душицу, потому что у меня есть клумба, где я как раз флоксы выращивала. Сейчас я там хочу все немножко поменять. И эта клумба у меня рядом с хвойниками. И я решила из нее сделать какую-то горку. Такую более с многолетниками. У меня там и так с одной стороны многолетняя трава. У меня там кошачья мята растет очень красиво. А переднюю часть этой клумбы, которая на участок смотрит, я засаживала флоксами. Но сейчас хочу посадить душицу и купить уже в горшочках тысячелистник розовый и оранжевый. Очень красиво тысячелетник смотрится, и я его хочу туда посадить. И уже забыть про эту клумбу, пусть там прям все зарастет этими травами. Так, вот свеклу я взяла новую совершенно, молотку. И какая-то цикла для Венебреда Пабло F1. Тоже не знаю, никогда не сажала, пишите в своих комментариях. На рассаду. В том году мы вообще не сажали рассаду. Мы все купили у нас, вступили на рынке. Перцы удивительные были. Звезда Востока называется. Сорт просто обалденный. А помидоры мне не очень понравились. Но опять-таки, это, наверное, из-за того, у нас теплица была первый год. И мы от жадности, мне кажется, просто очень много посадили. У нас были просто заросли в джунглях. И поэтому, мне кажется, удачный опыт. Хотя, причем мы поели много помидоров. Но уже где-то к началу августа они все начали болеть. К началу августа. Вот взяла, попробую на рассаду посадить. Русская империя. И раннеспелый перец. Валентина. Вот этот сорт помидоров, это я в том году составляла целый список сортов помидоров, которые я хотела купить семена. Но потом мы решили уже не сажать ничего в рассаду. И вот в этом списке у меня где-то 15 сортов. И вот в Альбе я нашла вот только один сорт из 15. Больше из того, что там у меня написано, нет. Ни в Леруа, ни в Твошане. Есть там чуть-чуть, там, конечно, с семенами. Не так большой у них отдел. Нигде не могла найти вот хоть один сорт из списка. И вот в Альбе нашла единственную. Поэтому я его взяла. А так я не знаю, что это, конечно. Вот. В принципе, это у меня... А, это у меня календула. Ну, это я сама собираюсь семена календула. Я выращиваю календулу. Если вы посмотрите мои ролики, я из нее делаю настойку. И собираю сама семена, сушую. Потому что семена календулы стоят очень дорого. А семян там по 5 штучек. Я вот когда-то, лет 5 назад, покупала. А больше я этим вообще не страдаю. Потому что, во-первых, семена насыпаются. И календула вырастает также с массивом. Но на всякий случай я еще собираюсь семена. Ну, всякое бывает. В том году очень много выросло с массивом. Я ее рассаживала. У меня там есть ролик, как я ее рассаживала. Вот. Ну что же. Вот такая коробка получилась. Ничего не забыла. Ну что же. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, добра. Скорей, горе, весна. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok